Два гения танца. Выставка с таким названием открывается сегодня в Казани. Она посвящена творчеству великих танцовщиков 20 века, Рудольфу Нурееву и Михаилу Барышникову. Сегодня у нас в гостях автор живописных работ, представленных на этой выставке, художник Александр Человский и куратор выставки Нателла Войскунская. Доброе утро. Доброе утро. Александр, почему именно Нуреев и Барышников? У нас много талантливых танцоров. У них судьбы схожи, поэтому? Ну, не совсем. Ситуация в том, что судьбы у них совершенно разные, но это два величайших мировых признанных гения танца, несомненно. Наших соотечественников. Наших соотечественников, во-первых, да. И самое главное, что вообще меня интересует движение. Движение, танец. Я сам занимался танцем. И это очень интересно. И мне интересно изображать фигуры человека, фигуративные композиции. Ну, и на картинах изображены не только два этих человека, а, конечно, их партнерши. Поэтому там значительно больше персонажей. То есть мы на картинах еще будем наблюдать динамику, да? Несомненно. Сколько работ будут представлены и когда они созданы? На протяжении какого-то времени? Или вот у вас как-то пришло такое вдохновение, и вот у вас какой-то период был? Я занимаюсь современным искусством, и современное искусство предполагает никакую, так сказать, собственно, персональную деятельность такую. И мы, я делаю концепт, понимаете, сначала думаю. И эта идея зародилась у меня вообще в 90-х. Но начал я работать в 2010 году. За 5 лет, ну, за 3 года, 3-5 лет я создал этот цикл в количестве 30 картин. И, в общем, мы их выставили в Москве. Увидим ли мы работы, которые в свое время входили в проект «Метод Нуриева»? Ну, собственно, эти работы все входят в «Метод Нуриева». Это из группы в Фейсбуке, вы можете посмотреть. И там выложены все мои интервью, и, в общем, можно взглянуть. Нателла Ильинична, эта выставка представляет казанцам еще нечто неожиданное. Анимационный фильм Пьера Эммануэля Шетелье о Нуриеве. Анимации работы Александра дополняют друг друга и работают на общей идее. Все правильно? Да, конечно. Именно по этому принципу дополнительности, если можно так сказать. И выстроена эта выставка. Нам очень приятно, что у нас есть такой замечательный зарубежный участник, который тоже неравнодушно относится к судьбе легендарного танцовщика 20 века. Мне здесь хотелось бы дополнить сказанное о двух гениях танца. Надо просто понимать, что Нуриев остался в 20 веке, а Барышников остается в 21 веке. Так сказать, продолженность вот этой линии абсолютного акме, достижения таких вершин, они очень важны. И важно то, каким образом оба этих гения стремились к этому, к чему, собственно говоря, к полноте раскрытия. Почему они совершили каждый по-своему этот прыжок на Запад? Они хотели максимально раскрыть свои возможности, которые, как они тогда полагали, у них не было в Советском Союзе. И это очень важно. Они занялись непрестанной работой. И, конечно, результаты превзошли, наверное, даже их собственные ожидания, потому что они стали величайшими. Но Нуриев остается непревзойденным просто в силу особенностей своего дарования. Бытует несколько легенд, каким образом он оказался в Париже. И вот все три варианта этих легенд Пьер Мануэль Шатилье попытался сделать в образе, в методом аниматик. Аниматик – это значит, как бы такой проект, как будет, допустим, в кино развиваться тот или иной сюжет. Очень кратко, ясно, понятно, графично, подвижно. И у нас будет возможность, и у всех, кто придет на выставку, посмотреть, каким образом действительно ли был совершен такой чисто балетный прыжок через барьер. И таким образом Нуриев оказался уже не на территории Советского, то есть уже зоны, где проходит у нас чек-чек-ин. Да, вот. Либо это была уже какая-то договоренность с его друзьями. Он очень быстро обзавелся друзьями во время гастролей кировского балета. Вот. И в этой связи, конечно, это очень интересно. Интересно то, что... Наталья Ильич, важный вопрос. Проект «Два гения танца» сегодня открывается в Казани. Это первый город или дебют был в другом месте? Нет, а вы знаете, что мы, конечно, показывали вообще... Изначально мы делали часть этого проекта. К 75-летию Нуриева показали это в выставочном пространстве музея Марины Цветаевой. Тоже, так сказать, зона Франции. То есть уже обкатана эта выставка? Да, потом мы участвовали в Московской Биеннале с этим проектом. Он потом уже был дополнен проектом Барышникова, сделанным совершенно в другом плане, я имею в виду, чисто такие артистические, что ли, по-другому выполнены был художником. И, мне кажется, они совершенно... Ну и логично добрались, в общем-то, до Казани. Казанский зритель получается... Олег Паклу со временем живописи. Да, да, да. Ну что ж, спасибо большое. Мы надеемся, что вы заинтриговали всех этой выставкой, нас в том числе. Удачи вам. Приходите. Да, да, да. Приходите. Сегодня и до 4 июня. До 4 июня.